Дневной разворот Есть небольшая неразбериха Со всех сторон комментируют Надо продавать, не надо продавать Друг с другом спорят Сейчас попробуем из первых рук узнать Напоминаю, что на нашем сайте В нашей группе ВКонтакте Есть опрос Он посвящен кировскому центральному рынку И мы вас спрашиваем Надо оставить в муниципальной собственности рынок Нет, надо продать частнику Или вам может быть сложно судить Заходите, голосуйте 211 101 номер телефона прямого эфира Мы начнем с Натальи Анатольевной Наверное Сразу же С итогов По продаже имущества Муниципалитета Сколько было продано объектов Потом посмотрим еще информацию Сколько может быть заработали на этом И хотелось бы понять вообще, куда эти деньги идут Если это в компетенции Натальи Анатольевны Я не знаю, кто там распоряжается дальше деньгами Куда они в общий пул попадают Или как-то направлено это все происходит Итак, что происходило с муниципальным имуществом в этом году Какие были приняты решения Здравствуйте, уважаемые кировчане Я расскажу про то, как администрация города управляет имуществом Управляла и как собирается управлять На сегодняшний день Программа приватизации закончена Все торги проведены, которые мы планировали И которые мы, собственно говоря Провели на сегодняшний день Это по 2017 году? Да, это только по 2017 году, я говорю Значит, на сегодня мы уже продали 48 объектов, которые были Утверждены в плане Приватизации И заработали в бюджет Порядка 65 миллионов рублей Значит, естественно Все эти деньги Идут и поступают В доходную часть бюджета И они распределяются По программам Которые утверждены По расходной части бюджета То есть вот такая раскладка Имеется в виду По доходам и по расходам А какого рода объекты продавались? Вот их 48 Что это за объекты? Ну, вы знаете Программа приватизации Вообще, что такое приватизация? Она предусматривает В себе две цели Это оптимизация имущества Продажа невостребованных для цели Аренды объектов недвижимости Например, это неэксплуатируемые Скажем, котельные Которые уже потеряли свое значение Помещение в цокольных этажей В жилых домах Ну и вторая цель Это получение доходов От имущества с низкой капитализацией То есть вот такие объекты Которые по сути своей Уже нерентабельны для города И город не получает доход От реализации данных объектов Меня интересует такой вопрос Кто эти компании Или может быть люди Частные элиты Это могут быть только юрлица Или частные лица Это все Это лица И юридические И физические Все, кто приходит к нам на торги С какими целями Обычно покупаются эти помещения Максимально востребованы Для чего эти помещения Ну вы знаете Тут вот однажды Мы отменяли торги И пришли у нас Ну так скажем Бизнесмены Которые задатки внесли Ну я поинтересовалась Вот для чего вам нужна Вот нужен вот тот или иной объект Вот они В общем-то сказали Может быть это и правильно Сказали это вот коммерческая тайна Хотя по сути своей Да, это наш город И правильно говорит глава администрации Что мы в этом городе Должны знать все и про всех Это Илья Шульгин Да Вот И на сегодняшний день Конечно мы видим Когда мы продаем Наше имущество Вот что касается цокольных этажей Да То там размещаются Видите пекарни например Да Какие-то магазинчики Ну в основном Это вот для социальных Каких-то там Вот допустим Ателье Есть такие объекты Прачечные Прачечные Да Есть и такие Вот эта история Кстати говоря Минувшего года Семнадцатого Действительно С тем что стали открываться В большем количестве Сервисные такие пункты Те же прачечные Те же булочные Те же ателье Это замечательная тенденция Потому что Вы помните Что в прошлые 20 лет В основном Это были торговые точки Всякой мелочью торговали Алкогольными какими-то Напитками в большом количестве Там в круглосуточные магазины Мне кажется Может быть Но общее ощущение такое Что люди стали переориентироваться Перепрофилироваться И На оказание услуг Не просто торговля Да А оказание услуг Да Совершенно верно И мы это с вами наблюдаем И это очень здорово Что в нашем городе Действительно Появляется сфера услуг Такая Которой не было раньше Вот мне очень нравятся Вот эти вот маленькие Магазинчики Пекарни Которые Да Вот мы сейчас заходим Там уютно Вот маленькие кафешечки Где можно действительно Подойти кофе попить Там булочку съесть Ну это Люди сами Производят продукт Они просто что-то Привозят И перепродают Тенденция хорошая Действительно Что происходит С теми Помещениями Которые Ну не продаются Многократно Выставляются На торги Какая здесь процедура Да Это наша боль Те объекты Которые не продаются Те помещения Которые у нас Город Несет за них Конечно Полную материальную ответственность Мы несем Из бюджета Коммунальные Платежи Это важно Это очень важно Это очень больно Для бюджета Я так скажу Поэтому конечно Все объекты Вот сейчас мы С Ильей Вячеславовичем Пересмотрим Все объекты Которые мы планировали По программе Приватизации Там 19-20 год Вот мы проведем Полную инвентаризацию Каждого объекта Вот посмотрим Еще раз посмотрим То есть мы и раньше Это делали Да То есть как мы Объекты выставляем Как вообще Объект попадает В план приватизации Сначала Мы проводим Рабочую группу Со всеми структурными Подразделениями Администрации города Со всеми Своими Унитарными Предприятиями Акционерными Обществами То есть мы Предлагаем Это имущество Для наших Сначала Так скажем Подразделений Администрации И только потом Уже Когда действительно Видим Что Ну и Да еще Значит Если для цели Аренды Тоже не подходит То или иное Тоже вопрос Потому что ведь Администрация Помещения Муниципальные Предлагает Не только К продаже Но и могут быть Орендаторы То есть те помещения Которые выставляются На конкурс Как продажа Это те помещения Которые не интересуют Орендаторов Да Абсолютно верно Вот кстати По арендаторам Могу сказать У нас Вот На нашем сайте В администрации Города Если посмотреть Есть Раздел Муниципальная Собственность И там Есть раздел Аренда Так вот На сегодняшний день Мы предлагаем В аренду Двенадцать Простите Двести объектов Которые В принципе Можно Арендаторам Посмотреть Ну Предполагаемым Арендаторам Посмотреть И если Есть интерес То конечно Заявиться Хотя бы К нам Ну просто Письменно Что да Вот я Интересуюсь И хотел бы Это арендовать Конечно У нас Вся аренда Тоже через Торги Вот Оценщик Независимый Оценщик Оценивает Арендную Плату Годовую И это Является Начальной Ценой Аренды Вот если Эти объекты Допустим Востребованы Да Мы их сейчас Пока предлагаем Они у нас Висят на сайте Какие Это мы Допустим Уже Проторговываем В аренду Это конечно Это рентабельно Для города Мы просчитываем Экономику Если это Приносит доход То конечно Мы эти объекты В программу Приватизации Не включаем Ну это такая же История Как с квартирами Мне кажется Да Если квартиру Охотно снимают То обычно Собственно И к себе Ее все таки Еще оставляют Да Вот я пока Поздаю А там потом Посмотрим 200 объектов Которые предлагаются В аренду Это ведь много Это много То есть они пустуют Сейчас Это пустующие Да Объекты И мы конечно Раз можем Проторговать в аренду Два проторговать Конечно Если не видим Что видим То есть Что объект не идет Мы тогда уже Принимаем решение Включать его В программу Приватизации Или нет А если нет То что тогда По прежнему Будете предлагать Его арендаторам Нет Скорее всего Это не экономично Для города Конечно Мы не можем Все время нести Расходы по такому Имуществу Конечно Коммуналка Это очень серьезная Мне кажется Такая затратная статья Даже те которые Вот мы предлагаем В аренду Они часто бывают И не востребованы Даже по программе Приватизации Когда предлагаем Вот Но так или иначе Избавляться надо И что вы с ними делаете? Пока ничего не делаем Нет Единственный способ Который мне приходит На ум Это снижение цены Но это тоже Для города Невыгодно Вот что Насчет Снижения цены Закон О приватизации Позволяет нам Снижать цену Если Два или три раза Мы проторговали Смотрим Что не идет Продажа Тогда да Закон нам позволяет Снизить в два раза Цену Начальную цену Продажи Это называется Публичное Предложение Закон Кстати Еще предлагает То есть Позволяет нам Продать Без объявления цены Но мы этим способом Пока не пользовались Вот А что это значит Продать Без объявления цены Приходит Что за механизм Забираю А это знаете Это когда предложение В конвертах Можно так Допустим Выразить это Что Приходят Скажем Участники Скажем Там Десять Пятнадцать Человек В своих конвертах Они устанавливают цену От копейки И до Безграничных Денег Вот И поэтому Кто больше даст А кто больше Я думала Это лотерея Просто вытягивается Конверт И все Конечно Вскрывается И кто больше даст Тот и приобретает Но я еще раз повторюсь Мы таким способом Еще не пользовались Потому что Конечно же Мы нацелены На то Чтобы все-таки Получить максимальный Доход в бюджет От продажи Того или иного Имущества Но еще раз повторюсь На сегодня мы С главой администрации Еще раз Просмотрим Все объекты Которые Планировались Или которые Вообще Имеют место быть У нас В реестре Муниципальной Собственности В казне Определимся Каким образом Будем вовлекать Это имущество В хозяйственный оборот Привлекать инвесторов Может быть Какие-то объекты Мы все-таки Включим Через Муниципально-частное Партнерство Будем привлекать Вот таким образом Но по закону Муниципально-частное Партнерство Не все объекты Можно через Вот этот Сейчас про муниципально-частное Партнерство Отдельно поговорим Нам нужно будет прерваться На полминуты Прежде чем прервемся Я так для себя Немножечко отсечки сделаю Итак Сначала объекты Рассматриваются С точки зрения Возможности Использования Муниципальными Какими-то компаниями Отделениями Которые работают И могут генерировать Прибыль Если не подходит Выставляется на торги Или в аренду Если в аренду Не сдается никак То и не торгуются То дальше Уже идет принятие решения Что с этими помещениями Делать Но все пустующие помещения Это нагрузка На городской бюджет Абсолютно верно Сейчас прервемся На полминуты И дальше продолжим С нашей гостьей Натальей Мамедовой Начальником Департамента Муниципальной собственности Администрации Города Кирова Продолжается программа Дневной разворот И пока Анна Лапшина Смотрит в интернете Закон о муниципально-частном партнерстве Сейчас внимательно Так Я сейчас на это Подожди С компьютером Мы продолжаем разговор С Натальей Мамедовой Начальником Департамента Муниципальной собственности Администрации Города Кирова О недвижимости Кирова Как она используется Что является Эффективным использованием Что является неэффективным И должно быть продано Или использовано Каким-то другим образом Итак Мы заговорили О муниципально-частном партнерстве И хотелось бы понять Есть ли у нас Такие уже объекты Которые используются По этой форме И какие планы На развитие Вот такой формы Использования объектов Муниципальной недвижимости Ну к сожалению Могу сказать Что за последние два года Мы не пользовались Данным законом Да Мы предполагали Вот когда еще То есть центральный рынок Был муниципально-мунитарным предприятием Все наверное наслышаны Мы действительно Заходили в этот проект С центральным рынком Хотели Даже уже заключили соглашение О муниципально-частном партнерстве Вот Но Вмешательство Так скажем Правоохранительных органов Ну в частности прокуратуры Вот Антимонопольного органа Не позволили нам Собственно говоря Продолжить этот проект Ну поскольку Знаете Суд сделал вывод о том Что это была Скрытая приватизация Хотя идея была Очень хорошая И город Скорее всего Выступил бы здесь Так скажем Партнером По отношению к инвестору То есть с инвестором Вот И Предполагалось там Строительство действительно Центра Это был бы В любом случае Рынок Крытый рынок Так как Так как по закону Это необходимо О розничных рынках Вот Но на сегодняшний день Закон О государственном Муниципальном Частном партнерстве Позволяет нам Заключать такие Соглашения Только в отношении Определенных объектов Это Строительство дорог Это Объекты Образования Насколько мне помнится Объекты У меня огромное количество Статей Я пытаюсь понять Какая мне нужна Там Да Этим законом Определены Определенные объекты В отношении которых Город может Образовательные Спортивные Да Социальные объекты Социальные объекты В основном Социальные объекты Здравоохранения Дороги Ну там Вообще Есть какие-то Примеры Натальи Анатольевны Государственно-частного Партнерства В муниципалитете Кроме вот Рынка Несостоявшегося Нет Я говорю Что нет Скорее всего Из-за этого Из-за того Что у нас нет Опыта Нет Нечего было Показать Не потому что Нет опыта А потому что Нет Собственно говоря Тех объектов Объекты То есть Которые мы хотим И хотели бы построить Но возможно Нет предложений От инвесторов Которые бы Допустим Пошли на А в случае С рынком А в случае С рынком Уже инвестор был Но вот Не поверили Что это может Эффективно работать И закрыли Этот проект Экономически Все было посчитано Вот я вам говорю Что По закону О приватизации То есть Здесь вот Так получилось Что вот суд Суд определил нам Что это скрытая Приватизация Потому что Часть объектов Которая Должна была Быть снесена По данному Проекту Это по сути Как бы Ну то есть Он был этот объект Но его не стало Но в любом случае Мы распорядились Им То есть Мы бы им Распорядились А поскольку Распоряжение Имуществом Это есть Приватизация Поэтому вот Нам суд Определил Что это Скрытая Приватизация А есть ли у нас Примеры Каких-то регионов Крупных Муниципалитетов В России Где Государственное Частное Партнерство Муниципальное Приватизация Частное Иначе Приватизация Порты Для детей Этот инструмент И таких Сотрудничать Про взаимодействие Это и есть Системная работа Над улучшением Качества жизни Горожан Да Конечно Сейчас Конечно На первый взгляд Острая стоит Проблема С детскими садами Острая проблема Стоит со школами Вы видите Вот буквально Нам вчера Поставлена задача Найти в центре города Территорию Для 24-й школы Да не обязательно Для 24-й Просто для школы Вообще для школы Вы видите Центр Это просто Он конечно Застроен У меня есть к вам вопрос Подождите Этот вопрос После того Как мы слушатели Выведем Мы как-то ушли От программы Мы сейчас не вернемся Но вопрос важный Я скажу Вернусь наверное К этому закону О государственном Муниципальном Частном партнерстве В любом случае Даже если мы будем Его применять И я думаю Что мы его должны Применять Вот Он разыгрывается На торгах То есть любой Это мой вопрос Да Что должен Извините Тоже на торгах Да Кто предложит нам Лучшие условия Конечно Вообще в принципе Мы все делаем На торгах Одной коммуналкой Не отделается этот человек Единственное что мы можем Без торгов Это закон нам позволяет Закон о защите конкуренции Когда к нам Заявляются Некоммерческие организации Причем социально ориентированные На Так скажем С просьбой О предоставлении Того или иного помещения Вот Федерация велосипедного Спорта Обращается Здесь мы действительно Рассматриваем эту ситуацию Если он доказывает Свою социальную направленность И его устраивает Наше помещение То конечно Мы Ну мы стараемся Кстати там аренда Она тоже оценивается С точки зрения социальной Когда мы оценщику Даем задание Тоже оценщик Другой тариф Кстати оценщика Мы тоже выбираем На торгах По 44 федеральному закону Но тариф другой Для социальных объектов Давайте выведем Слушателей в эфир А все уже Слушатель ушел Простите Увлеченно Обсуждаем Очень важную тему Ну вот это интересно Кстати говоря Я вот сейчас Григорию Долгих Могу прямо передать привет Через эфир Он как раз мне позвонил Вчера я сказал Что третий раз На торгах Помещение на которое Они рассчитывают Не выстояло Никому оно не нужно И вот здесь Может быть Имеет смысл задуматься Прийти пожалуйста К Наталье Анатольевне Проконсультироваться Что с этим делать Мы сейчас прервемся На короткую рекламу И продолжим разговор О программе Приватизации Муниципального имущества Хорошо Продолжается программа Дневной разворот План по продаже Муниципальной собственности В Кирове Подробности Такова тема Второго часа И у нас в гостях Наталья Мамедова Начальник департамента Муниципальной собственности Администрации города Кирова 211-101 номер телефона Прямого эфира Обязуемся выводить Сразу в эфир Если вы нам позвоните Не совсем сразу Ну да Будьте терпеливыми Если придется минутку подождать Продолжим Рассказ О программе Приватизации Которая реализуется В муниципалитете Город Киров Все-таки Подведем такую черту Под 2017 год В целом Город доволен тем Как была проведена программа Ну в основном Да В основном Да По сути Вот сколько администрация Планировала Изначально Планировала Денег заработать В бюджет От продажи Имущества Да Мы Сто процентов Выполнили Вам выполнила Да Слушатели у нас Хорошо Алло Добрый день Здравствуйте Да вы сказывайтесь пожалуйста Надежда Да Надежда Вот детский мир Стоит 4 месяца Уже как закрытый То есть Бюджет несет убытки Почему прекратили торговлю Пока ничего не решили Что с ним делать Да спасибо Надежда Это безхозяйственность Да Надежда спасибо Мы вас поняли Так что Это безхозяйственность Наталья Анатольевна Или в чем причина Спасибо за вопрос Да Детский мир Я бы тоже сказала Что это наша беда Вот Но беда лишь только в том Что он сегодня Не соответствует Современным требованиям Для продажи Того или иного имущества Вот У нас там серьезные предписания Органов пожарного надзора Денег у данного предприятия На сегодняшний день Все требования пожарные Выполнить Поэтому мы вынуждены были Детский мир закрыть Конечно А денег у предприятия нет Чтобы выполнить Для того чтобы выполнить Да там серьезные вложения Необходимы И конечно мы С главой администрации Вот буквально Я думаю На следующей неделе Мы уже Будем проговаривать Все объекты Что с ними делать Искать инвесторов Не искать инвесторов То есть Либо действительно Продавать уже Долю Вот у нас сейчас Детский мир уже не МУП А общество С ограниченной ответственностью И скорее всего Я думаю Что мы решим этот вопрос В ближайшее время Что дальше Будем делать С этим объектом Ну не с объектом А уже с обществом С ограниченной ответственности Он включен в программу Приватизации Да Он был включен Сейчас приостановлено Я еще раз повторюсь Что сегодня Мы пока приостановили Вообще все продажи Мы сняли с торгов Все объекты Вот И как только будем Определяться Я полагаю Что в январе Феврале Мы программу Приватизации Все равно На 18-20 годы Примем Вот Конечно Это Может быть И можно Так сказать Что это Бесхозяйственность Но понимаете У города Ограниченные Возможности В бюджете У нас Очень большие Расходы Вы знаете Сейчас Вот мы Кстати Школу покупаем Я буквально Сегодня Сегодня Подписала Муниципальный контракт На приобретение Школы Конечно Денег на все Не хватает В микрорайоне Как это Школу покупаем Где Вурванцева Школа Вурванцева Которая строилась Сегодня Подписываем документы Да Сегодня мы Подписывали контракт На приобретение Здания школы Вот Потом мы строим Водовод Вы знаете Очень серьезные Есть объекты Которые надо Продолжить Куда идут Деньги Из бюджета Мы бы Рады помочь Детскому миру Из бюджета Там Допустим Выполнить Все предписания Пожарного надзора Но сегодня Пока не получается А Таня Давно была В детском мире Я в детском мире Была Ну в прошлом году Я была Я заходила туда Периодически Нет На самом деле Конечно Это был Не тот магазин Который был В нашем с тобой Детстве Тогда можно было Туда заходить И ходить Там просто смотреть Очень долго Там было много Маленьких магазинчиков Рыночек такой Под крышей Которые торговали Разным совершенно товаром Не обязательно связанным С детьми Но там был большой детский отдел С очень хорошими Кстати говоря Елочными игрушками Вот я за этим туда и заходила За елочными игрушками Да Ну и можно сказать Наверное Все зависит от руководителя Еще допустим Того или иного предприятия Это было предприятие Сегодня это уже общество С ограниченной ответственностью Ну вот так получилось Пока Приостановка программы Приватизации Которая была презентована 30 ноября Депутатами Кировской городской думы Как вы считаете Наталья Анатольевна Оно Это польза была То есть Хорошо это было сделано правильно Не пострадали Не пострадал муниципалитет Его бюджет От приостановки Нет Мы же не приостановили 17-й год То есть все Нет Я имею ввиду Программу 18-го Все те объекты Которые Которые В принципе Мы собирались продать Они уже были проданы Да То есть мы уже По сути своей Подошли к завершению Программы Приватизации Мы ведь остановили Только те продажи Которые Выставлялись там Ноябрь-декабрь Вот Но это Большого Так скажем Большой потери Для города не было Это в общем-то Небольшие там были помещения Не очень большие Такие помещения Вот Поэтому у нас Серьезная это сейчас Задача будет в том Чтобы разобраться Еще раз Со всем имуществом Которое Предлагалось Может быть Ну и скорее всего Правильно Илья Вячеславович Пока приостановил Все это Надо же и самому Все увидеть Посмотреть Да Вот Мы готовим Полную презентацию Всего реестра Муниципальной собственности Всего имущества Которое и предлагается В аренду И которое предлагается К продаже Вот Либо мы Действительно повернем Совершенно другие Методы будем использовать Там вот О чем мы говорили Да Государственное частное партнерство Да Да Государственное частное партнерство Нет Город ничего не потерял И не потеряет И ничего страшного Не случится Если мы примем Программу приватизации Там В январе или феврале 2018 года Конечно у нас бюджет Город уже принят И Какие-то деньги там Были запланированы От программы Приватизации Но я думаю Это все корректируется И ничего страшного Не происходит А сколько денег Запланировано На программу Получить Программу приватизации В будущем году Что сейчас в бюджете Ну это не больше 50 миллионов рублей Примерно как в этом году Да Получается Да То есть надо Реально смотреть на жизнь У нас по всей России Мы смотрели статистику Везде идет снижение Покупательского спроса Ну падает Да Поэтому нужны Другие инструменты Видимо да Поэтому нужны Другие инструменты Есть крупные объекты О которых мы уже начали говорить Это тот же центральный рынок Который завис Ой А мы подождите Вернемся к центральному рынку У нас же опрос Да У нас опрос Опрос И по прежнему Аня я тебе должна сказать Как и в первом части На сайте Hacker.ru 100% ответивших Говорят что надо оставить Муниципальные собственности Кировские центральные А вот между прочим А не продать частнику Там нет Государственного частного партнера Такого варианта у нас нет А на странице Нашей ВКонтакте Расклад сил не изменился Действительно Оставить в муниципальной собственности Самый популярный ответ 38% Но вот процент Немножко снизился За счет того Что мне сложно судить Стало больше Там почти там 32,5% Стало людей То есть пока люди В теме не разобрались И мне кажется Что с центральным рынком Вот очень важно Людям все-таки Объяснять Как раз то О чем мы с вами В перерыве говорили Да Если этот объект Будет передан На каких-то условиях Частнику Будут ли какие-то Обременения Там по-прежнему Должен остаться Какой-то торговый Социальный объект Или он может Делать с этим участком И этим объектом Все что хочет Вот поэтому Люди затрудняются Мне кажется Такое большое количество Разрешенное использование Земельного участка Вообще Все этой территории На сегодняшний день Да и вообще В принципе Да Это все равно Будет зависеть от города Какой вид Разрешенного использования Будет иметь Эта территория На сегодняшний день Это рынок Вот И разрешенный вид Использования Земельных участков Вообще Изменение зоны Он всегда проходит Через публичное слушание Поэтому Публичное слушание Наталья Наталья Сменить К сожалению Большое Проходит в будний день Часа в 3-4 И очень небольшое Количество людей На них приходит Еще раз Это политическое решение На самом деле И воля А также активность граждан У нас есть еще один Очень важный вопрос Который мы с вами Не разобрали Это объекты Незавершенного строительства Что с ними Да Есть такая тема Очень Тоже город на это Обращает внимание Особенно Последнее время Мы вот Последние Скажем Два года Да Смотрим И наблюдаем ситуацию Когда у нас Стоят объекты Незавершенного строительства Слава богу Что вот где-то В 15 Да В 15-м году Земельное законодательство И гражданское законодательство Позволило нам Изымать Объекты Незавершенного строительства Если Вот он Недобросовестных Арендаторов Земельных участков И Изъятие Позволяет Городу Сейчас нормативно Продавать С торгов Эти объекты Незавершенного строительства И уже Предоставлять в аренду Тем Кто приобретает Эти Объекты У меня Маленький Уточняющий вопрос Мы когда делали Новости По Этому сообщению Когда активизировалась Вот здесь Недавно работа Там говорилось О том Что не просто Изымать У недобросовестных Арендаторов А этих Арендаторов Еще и заставлять Сносить То что они Построили Да И уже Брать в готовом виде Ну в том В котором им отдавалось Вот имеет смысл Сносить эти Построенные объекты Может проще Достроить Знаете По сносу Очень сложно Говорить Вот о сносе У нас есть Примеры Даже не один Наверное Пример Когда В суде Конечно в суде Это все Расторгается Договоры аренды Расторгаются Изъятие тоже Через суд Только будет происходить Вот Но дело в том Что когда Когда выносится Судебное решение И в судебном решении Обязывают Вот этого арендатора Недобросовестного Снести Этот объект Никто ничего не делает И служба судебных приставов Тоже не может воздействовать Ну как вот Привести за руку И сказать Вот сноси И пока мы Не уйдем отсюда Пока вы не снесете Сейчас мы тебя прикуем К этому объекту Понятно Вот это серьезная проблема По сносу Когда Судебное решение Вот с такими Опять же В рамках Исполнительного Производства Город может Взять на себя Так скажем Затраты На снос Но это затраты На снос Но это опять же правильно Затраты Это затраты бюджета А потом попробуй взыщи Конечно у нас есть Потом Так скажем Возможность взыскать С этого Того будущего Ой Прошлого Недобросовестного арендатора Взыскать с него Эти затраты Если у него есть Что-то вообще За душой В этот момент Кстати по задолженности Вот по задолженности Очень серьезная проблема Я пользуюсь случаем Ко всем арендаторам нашим Обращаюсь Платите деньги в бюджет Потому что Иначе мы действительно Будем принимать контрмеры Буквально вот вчера У меня У нас была комиссия По взысканию задолженности С наших арендаторов С наших И по земельным участкам Мы проводим комиссии По задолженности И кстати И по помещениям Когда к нам арендаторы приходят Сумму помним сейчас На вскидку Сколько должны городу Ну вот По данным Скажем Арендаторов земельных участков И по Муниципальному имуществу Вот реальная К поступлению Арендная плата Порядка 150 миллионов Но я могу сказать Что мы Вот у нас Как вот Когда мы начали смотреть Вообще Что такое задолженность Да В город Арендаторов То понимаете Там задолженность С 90-х годов От копейки От копейки Ну вот Где-то программа Не сработала Где-то неправильно Что-то Есть такие задолженности От копейки И выше Вот Поэтому собрать Вот такие вот копейки Их конечно сложно Потому что Арендаторов-то найти Невозможно Люди-то уже давно Тысячу раз Перерегистрировались В том-то и дело Что это и физические лица Это и юридические лица И конечно На сегодняшний день Мы Вот Последние два года Мы начали работу Как раз По Списанию этой задолженности По той задолженности Которую Возможно Списать по закону Конечно Небольшая сумма И наверное Уже срок До скольки А там не до скольки Там есть основания Для списания По закону Либо это Юридическое лицо Уже давно Перестало существовать Его исключили Уже из реестров Налоговой То есть Ну так скажем Простыми словами Умерла организация Вот В отношении физических лиц Конечно Бывает сложнее Вы знаете Что во всех Так скажем Федеральных структурах У нас есть Закон о защите Персональных данных Когда мы начали Эту тему Значит Пишем запросы В ЗАГС Нам ЗАГС Говорит А нельзя Не дадим информацию Умер Не умер Например Да Человек Гражданин Защита персональных данных В общем Изыскиваем возможности Сейчас Изыскали уже Возможность В законе Сейчас нам В общем-то Уже предоставляют Такие средства С какого времени Списание начнется Нет Мы уже Это не налоги Долгов Долгов по аренде Я говорю по аренде Долгов по аренде Уже приступили К этой работе Да мы приступаем В течение двух лет Я все-таки возвращаюсь К 150 миллионам Это задолженность 150 миллионов Это задолженность Я говорю Обо всей задолженности Арендаторам По земельным участкам И по имуществу По имуществу Даже того Что договоры аренды Уже Так скажем Расторгнуты Могу привести пример Откуда берется задолженность Вот у нас Было представительство Города Дагестана Республики Простите Республики Дагестан Начали смотреть 2 миллиона рублей За должность В бюджет города Они когда-то Арендовали имущество Скажем В 2000-х годах Взыскание прошло Судебное решение Есть Естественно Никто ничего Не могут найти Это представительство Республики Я уже своим Сказала сотрудникам Я говорю Пишите в Республику Дагестан Вот давайте мне На президента Чтобы письмо Ушло Вот написали Да Действительно Президент Ответил Ничего себе Ты понимаешь Какой серьезный Они отказались Сказали что Нет у нас В Кировской области Не было такого Представительства Извините До свидания И такие случаи Тоже бывают Спасибо большое Очень крайне Информативный Интересный эфир Получился у нас Наталья Мамедова И начальником Департамента Муниципальной Собственности Администрации Города Кирова Мы вас с Новым годом Поздравляем Наступающим Я вас тоже Поздравляю И на этом Завершается Дневной разворот Через 20 минут Будет особое мнение И к нам придет Дмитрий Русский Я своей прощаюсь А Светлана нет Дмитрий Русский